4 октября в Подольске продолжились торжественные мероприятия, посвященные 228-й годовщине со дня основания Подольска. Глава города Подольска Николай Пестов, руководители администрации и депутаты городского совета приняли участие во многих из них. Сюжет предоставлен отделом массовых коммуникаций администрации города. Конно-спортивный комплекс фаворитов в 14-й раз гостеприимно встречает участников турнира на кубок главы города Подольска. Сюда приехали спортсмены из Тамбовской, Рязанской, Брянской, Московской и других областей. Мастера международного класса, именитые спортсмены с удовольствием демонстрируют свое умение в преодолении препятствий. Состязания всегда красивы, зрелищные и при любой погоде собирают достаточное количество зрителей. На трибунах юные подольчане. С 10 лет дети начинают заниматься конным спортом в муниципальной школе конного спорта, в том числе Олимпийского резерва. А пока они с восхищением наблюдают за виртуозным исполнением мастерами сложных элементов конкура. Заряд бодрости и отличного настроения получен, впереди еще немало интересного. На площадке перед концертным залом администрации разместились лошадиные силы, правда в значительно большем количестве. Год рождения 1961-й, под капотом мощность в 70 лошадиных сил. Мотоклуб «Асгард» и автоклуб «Ретромобиль» с гордостью рассказывают о каждом из своих подопечных. Ни одна из представленных ретромоделей отечественного производства на пенсию не собирается. Во время автомотопробега по центральным улицам города все без исключения участники парада выглядели столь эффектно, что трудно было дать предпочтение тому или иному виду транспорта. Каждый хорош по-своему. От современных мотоциклов ожидаешь невероятной скорости и захватывающих дух трюков. А ретромобили набивают ностальгические нотки, вызывают уважительное к себе отношение. Автомотопробег, не оставивший равнодушным ни одного прохожего, завершился в районе вокзальной площади. Почетные гости праздника посетили библиогородок, уютно расположившийся в Екатерининском сквере. «Город мой, ты – мое вдохновение» – под такими поэтическими словами могут подписаться практически все жители Подольска. Писатели и поэты предложили внимание почетных гостей издания со своими произведениями. Руководители библиотек увлеченно рассказывали о книжных новинках, которые пополнили городской фонд. 2009 год был провозглашен Годом молодежи. Это не помешало ему быть названным также Годом астрологии. Посетителям библиогородка предлагались различные викторины на знания классики, литературы и по краеведению. Жители города могли оставить свои пожелания по поводу направлений дальнейшего развития Подольска. Екатерина II с молчаливым одобрением взирала на людей, неустанно заботящихся о просвещении. Историко-мемориальный музей «Заповедник Подолье» перехватывает инициативу в этом вопросе. Здесь для человека мыслящего и чувствующего новая пища. Размышления о сложных взаимоотношениях на протяжении столетий между государством и Церковью подкрепляются представленными экспонатами выставки «Святая Русь. Надежда России». Россия является родиной зарождающегося откровения великой духовной ценности общего значения. России предстоит великая задача выявления духовности в жизни, иначе говоря, выявления всего доброго, светлого и прекрасного, выявления правопорядка, прекрасной постановки образования и воспитания, выявления человечности в отношениях между людьми или истинного братства. Так Россия, идя своим трудным путем, просветит себя светом, который озарит весь мир. Держись, Россия, твердой верой твоей, верой православной, и тогда все тебе будет подвластно. Такова основная мысль, почерпнутая при первом знакомстве с новой экспозицией в музее Подолия. Ближе к вечеру второго дня празднования рождения города на торжественное собрание в Дворец культуры «Октябрь» пришли представители трудовых коллективов Подольска, городской актив, люди разных возрастов и профессий. К собравшимся со словами поздравлений обратился глава города Подольска Николай Пестов. Уважаемые подольщане, решите мне сердечно приветствовать вас, а в вашем лице, вашей семьи, ваши трудовые коллективы и поздравить с 80-летием Московской области, 228-й годовщиной со дня основания города Подольска, который мы встречаем в эти дни, встречаем в хорошем настроении, встречаем хорошими трудовыми достижениями, встречаем новыми объектами, встречаем, имея представление о том, что мы будем делать завтра, послезавтра, а будем делать все, что необходимо для развития нашего города и для того, чтобы подольщанам в городе Подольске жилось лучше, стабильнее и обеспеченнее долгие-долгие годы. Спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за активное участие в мероприятиях, которые проводятся в эти дни, спасибо вам за ваше горящее желание и умение делать дело. Ждем города вас! За отличные показатели в работе, трудовые достижения, весомый вклад в развитие города и области были вручены награды лучшим работникам различных отраслей. Деятельность многих подольщан отмечена почетными знаками губернатора «Благодарю», а также высокими муниципальными наградами, почетными знаками добро и милосердия, знаками отличия за заслуги перед городом Подольском, благодарностью главы города и почетными грамотами администрации. Особенно приятным и долгожданным подарком для счастливых новоселов стали ключи от квартир. Среди них очередники города, работники бюджетной сферы, многодетные семьи. Продолжилось праздничное торжество галоконцертом ведущих творческих коллективов и популярных исполнителей «Виват» Подольск.